Константин Циолковский. Есть ли Бог? Июнь 1931 года. И вы, и многие другие спрашивают меня, есть ли Бог? Прежде чем ответить на этот вопрос, надо знать, что вы подразумеваете под этим словом. Сколько народов, сколько людей, столько и различных представлений о Боге. Какой же из них соответствует научной истине и есть ли еще таковое? И сейчас у французов дни недели носят названия пяти тепланет, Луны и Солнца, которые считались за Богов. Такие Боги, разумеется, есть, потому что нельзя отрицать существование планет и Солнца, но только понятие о них у древних было неверное. Если вы имеете в виду евреев и христиан разных вероисповеданий, православных, католиков, протестантов и прочь, то их учение представляет только смутные намеки на истину с множеством вредных заблуждений, нелепых басен и суеверий. Древние мудрецы, создатели религий, основывались, конечно, на созерцании природы. Но их познание космоса было очень слабо, так как наук, записанное скопление знаний всех времен и народов, тогда почти не существовало. Понятно, что их выводы, их мировоззрения не могли быть неполными, неверными. Последователи мудрецов еще более искажали учения древних. Могли ли быть, например, точка, истинными представления о происхождении Вселенной, когда даже Земля представлялась людям плоской и неопределенной величины, когда Земля была центром Вселенной, а все другое существовало только для услуг Земле. Отсутствие физиологии заставляло предполагать в человеке особую штучку, душа, которая его оживляла. Когда она уходила из тела, то и тело становилось мертвым или безжизненным. Некоторые позднейшие мыслители предполагали такую же штуку и у животных, а иные, напротив, даже очень гениальные Декарт считали животных без души, т.е. нечувствующими автоматами. Загадка существования и появления человека, разрешенная теперь, побуждала принимать гипотезу о бытии всемогущего существа, создавшего сразу человека из глины, подобно скульптору, с прибавкой духа. Надо создать научное определение Бога, если мы не хотим расстаться с этим словом. Нет ли чего-нибудь такого, что нами распоряжается, от чего мы зависим, что нас создало, что дало нам разум, и познание Вселенной, что благосклонно относится к своему созданию, дает ему вечность и счастье. Если мы это нечто условно назовем Богом, то найдем и ответ на наш вопрос. Нами распоряжается Вселенная, ее разреженные газы образовали Солнце, от Солнц отделились планеты, на планетах зачалась жизнь, которая, развиваясь и совершенствуясь, создала человека и существ выше его. Мы сами, наши мысли, наши дела, есть творение Вселенной. Также все наши бесконечные прошедшие, и такое же будущее образуется ее волей. Наша же воля есть только проявление воли космоса. Итак, мы видим, что к нашему определению Бога уже отчасти подходит Вселенная с ее миллионом миллиардов Солнц, и еще большим множеством планет, с их обитателями. Мы имеем даже право наделить нашего условного Бога такими свойствами, которыми обладает Вселенная по современным научным данным. Вся она состоит из неизменного числа вечных атомов водорода, условно, потому что водород тоже сложен. Из них состоят и Солнце, и планеты, и люди, и более зрелые существа иных планет. В силу этого, если часть Вселенной, организма, чувствует, то и вся Вселенная способна к тому же. Отсюда вывод, наш Бог, космос, есть вечный, неизменный, живой, а мы его части и значит, подобны ему. Можем ли мы перестать жить, если целое всегда живо? Смерть есть только переход одного состояния материи в другое, от одного чувства к другому иного напряжения. Это есть новая группировка атомов водорода. Простой переходит в сложное, сложное в простое. И это повторяется бесчисленное множество раз, так как время не имеет конца, как оно не имеет и начала. Наш Бог, космос, как и мы, его части, всегда были и будем. Общий вид Вселенной всегда одинаков. Если одни Солнца потухают, то другие возгораются, если одни планеты разрушаются, то другие образуются, если одни разумные существа умирают, то другие возрождаются. Отсюда видно, что наш Бог, космос, имеет, в целом, постоянную фигуру. Одни части Вселенной имеют интенсивную жизнь, существа, другие, очень слабую, незаметную, без памяти, сознания и разума. Но так как материя, вещество, состоящее из атомов, водорода, непрерывно перемешивается, взрывы солнц, планет, создание новых и т дней, то нет ни одного атома водорода, который не принимал бы бесчисленное множество раз участия в органической жизни. Все эти жизни как бы сливаются в одну бесконечную жизнь, так как огромные промежутки пребывания в неорганической материи, условное небытие, не отмечаются памятью и как бы не существуют. Следовательно, каждый атом нашего Бога, а значит и мы сами, его части, как бы живем непрерывно интенсивную органическую жизнью. Это еще подтверждает, что Бог и мы не только прозябаем в жизни, но и живем, субъективно, непрерывную органическую жизнью. Какова же эта жизнь Бога, т.е. его частей, животных и растений? Мы знаем, что на Земле животные и люди мучаются, уничтожая жестоко друг друга, болея, умирая, нуждаясь, подвергаясь катастрофам и т. дней. Такова ли общая жизнь Вселенной или другая? Миллионы миллиардов планет существуют давно, и потому их животные достигли зрелости, которой достигнем, и мы через миллионы лет, ожидающие нас жизни на Земле. Зрелость эта проявляется в совершенном разуме, глубоком познании природы и техническом могуществе, делающем для обитателей космоса доступными иные небесные тела. Разум говорит этим существам, не должно быть несовершенства и страданий во Вселенной, иначе мы сами будем страдать и подвергаться этому несовершенству и злу. И вот зрелые существа на всех планетах, благодаря своему техническому могуществу, водворяют всюду истину, знание, радость и силу. Они не дают мучиться сотни тысяч лет материи, чтобы постепенно достигнуть зрелости в образе высших существ. Эволюция отвергается, как длинный страдальческий путь, и заменяется размножением уже готовых совершенных организмов и распространением их на планетах. Отсюда вывод, Бог, космос, не заключает в себе мучений и несовершенства, а добр к самому себе, а стало быть и к нам, его частям. Поистине его, космос, можно назвать отцом, и он подходит к нашему определению Бога. Такой Бог действительно существует, так как нельзя же отрицать бытие Вселенной, ее владычество, доброту и совершенство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok